Еще одно совещание успел провести Михаил Бабич в Чебоксарах. С членами правительства Чувашии, руководителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями Полпред обсудил вопросы подготовки специалистов для промышленности. Для наглядности использовали производственные мастерские Чебоксарского электромеханического колледжа. Сварщиков на базе бывшего ПТУ номер 19 готовили давно, но робот-преподаватель в учебный процесс включился сравнительно недавно. Конструкция, суть, человеческая рука, управляемая не мозгом, а компьютерной программой. Кстати, компьютерные программы пишут сами студенты. Вот она программа, приблизительно вот так выглядит, и здесь у меня расписаны все точки. Также здесь расписаны режимы сварки. Какой ток напряжения, скорость подачи волки и так далее, много-много параметров, которые мне позволяют делать вот такой учетный шок. В числе зрителей потенциальные работодатели кровно заинтересованы в том, чтобы на предприятие приходили выпускники, знакомые с современным оборудованием и технологиями. Техническое перевооружение сегодня не мода, а осознанная необходимость. И учебная производственная база должна соответствовать. Я специально приехал сюда, чтобы посмотреть вот эти мастерские, понять, на каком оборудовании происходит обучение, может быть, чем-то помочь электромеханическому колледжу именно в оснащении передовым оборудованием. Потому что я понимаю прекрасно, что если они здесь прошли хорошую подготовку, то они на завод, соответственно, приходят подготовленными специалистами. Чебоксарский электромеханический колледж одним из первых в республике начал готовить специалистов по-новому. Решившись объединить под одной крышей учреждения и начального, и среднего профессионального образования. Благодаря грантам удалось оснастить мастерские по последнему слову техники. Создание межрегионального ресурсного центра позволяет использовать самый передовой опыт преподавателей и мастеров производственного обучения практически всей России. Это положительный пример оптимизации профессионального образовательного процесса, согласился полпредпрезидента России Михаил Бабич. Естественно, когда вопрос стоит о структурных преобразованиях отрасли, об оптимизации отрасли, всегда вопрос возникает о целесообразности применения и использования того или иного учебного заведения. Вот найти оптимальные формы и финансирования, и организации учебного процесса, и последующего трудоустройства выпускников, их использования в экономике именно того региона, где они обучались, вот это одна из целей нашего с вами совещания. Структурные преобразования и оптимизация происходят и будут происходить, здесь нормально надо относиться, ибо на самом деле вопросы экономики, спрос и предложения заставляют по согласованию с вами же эти решения принимать. Почему я так говорю? Вот возьмем на 1 января текущего года спрос на рабочую силу на рынке труда, спрос работодателей на как раз специалистов среднего и начального профессионального образования два с половиной раза, даже три раза по некоторым специальностям превышает, чем сегодня даже количество безработных на рынке, которые стоят и получают пособие. На совещании обсудили вопросы недофинансирования системы профобразования и перспективы развития частного государственного партнерства в этой области. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.